Здравствуйте! Как шутят наши соседи. Хороший учитель может научить других даже тому, чего сам не умеет. Вот об этом, а также о многом другом в нашей сегодняшней программе. Ведем ее мы. Евгений Янин, Оксана Сас. Добрый вечер! Сегодня в гостях у соседей научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Антон Вакуров. Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Ну и пришли вы не с пустыми руками. Я думаю, что мы в процессе программы обязательно расскажем про все, что у нас сегодня лежит на старе. Антон, начну с такого, может быть, необычного вопроса. Вы знаете, что если вбить ваше имя в поисковике, то сразу выскакивает Антон Вакуров в гусли. Ну, конечно же... Как удалось вот такого добиться? Как к этому удалось прийти? Конечно же, я это знаю. Я, как все нормальные люди, иногда вбиваю свое имя в поисковике, чтобы посмотреть, что там происходит. Ну, чтобы такое происходило, нужно было быть молодым, перспективным и поехать на форум Таврида. И вот, написать грант, выиграть его. И вот так все и получается. Так все и получается. На днях открывается долгожданная школа гусельника Антония. Рассказывайте, где и когда. Значит, школа гусельника Антония. Это проект совместный с Новгородским музеем-заповедником, где я и работаю. Мой любимый музей. И на базе музея, в детском музейном центре эта школа будет базироваться. Открытие у нас будет 13 октября. Это будет в рамках праздника по осень величаем птиц провожаем. Ну, традиционный наш праздник перед покровами. А, как известно по традиции, после покровов начинаются различные гуляния, вечерки, посиделки. Вот это я решил, что мы с коллегами, что это отличный способ открыть нашу школу, как раз в рамках праздника детского. Ну, и у нас будет уличная программа бесплатная, как обычно. Потом будут мастер-классы. Там можно и птичек будет поделать из разных материалов. И теневой спектакль с птичками тоже будет разыгран. Дети смогут сами даже эти фигурки изготавливать. У нас же будет театр нонче. Ну, и, конечно, будет мастер-класс по гуслям для детей. И после этого будет в 13.30 такое оргсобрание просто, как бы, как встреча со мной, где все желающие, вот кто вот с города придет, просто смогут задать все вопросы по школе. И я расскажу уже точный график, что когда, как мы будем заниматься, что нужно, что не нужно. И вот, так что в 13.30, если вы не хотите приходить на детский праздник, если у вас нет детей, можете прийти в 13.30 и просто поговорить со мной, я вам все расскажу. Вот наших телезрителей, наверное, заинтересовало обилие вот всего вот этого вот красивого инструмента. Расскажите подробно, что это и с чем вы к нам сегодня пришли? Ну, во-первых, я принес вот четыре инструмента. Это гусли. Это первые гусли нашей школы. Их уже 20 штук. Именно на них, да, будут обучаться? Именно на них, да. Вы как бы сейчас, ну, когда мы, может, захотите научиться. Ой, я с удовольствием. Будете первыми. Я готова. Уже? Ну, давайте чего тянуть, да. Ну, давайте. Что мне нужно делать? Разбираем гусли. Это вообще реально? Или все-таки гусли это какой-то, ну, такой сложный музыкальный инструмент, за который вот сейчас там за несколько минут хотя бы там трем аккордом, что называется, не научишься? Ну, я как мультиинструменталист могу сказать, что гусли это не самый сложный музыкальный инструмент. Инструмент. И да, в принципе, при нужном усердии каждый может научиться играть на гуслях, но, конечно, кто, кто будет ходить в гусельную школу, этим людям будет дана такая возможность. Ну, вот научатся они или нет, это, конечно, от них зависит. Так что, Евгений, и вам инструмент. Неожиданно. Значит, смотрите, что мы должны сделать. Сначала поставить вертикально на колени. Да, вертикально на колени. И, значит, мы теперь, начиная со второй струны, вот сверху пальчик кладем на вторую струну. Вторая снизу или сверху? Вторая снизу, да. Сверху. И через один теперь ставим пальцы. Угу. Через один. И лучше их просунуть между струнами. Угу. Да, через один. Через один, хорошо. И вот у нас, если мы между струн просунем пальцы, у нас будет позиция, что мы вниз все струны прижимаем или прижимаем все струны наверх. Угу. Вот. И получается, что, смотрите, у нас вниз один аккорд и вверх один аккорд. Какой рукой? Мы не уточнили. Левый зажимаем, а правый бьем. Я думала, мы правый будем уже играть. Ну вот через один. Да-да-да, я поняла. Тут нужен такой более прямой атак, мы так далеко сидим. Вот просто через один пальцы ставьте. Через один. Через один. Через одну струну. Через один. Вот так вот. Да. И так вверх и вниз. И еще вот указательный палец. Да. И вот теперь просто мы глушим струны, которые не должны звучать, а открытые будут образовывать аккорд. И вот просто проводите теперь правой рукой. А у тебя какой звук? Вот уже процесс пошел. У каждого свой, значит, да? Не, у нас в одной тоннальности настроено. Ну, конечно, тут в зависимости, с какой вы силой будете. А гусли прижимать плотно к себе? Ну, лучше, да, поплотнее прижать. Так и звук плотнее, в принципе. Так как бы резонирует лучше. Сыграйте нам что-нибудь. Ну, это вот первый этап, да? Ну, конечно, первые занятия будут. Мы начнем именно, да, как держать инструмент, как правой рукой, как левой играть. Что делать, да, куда деть пальцы. Да, потом про сам строй инструмент, как они настроены, почему они так настроены. В целом, если еще немножко про образовательный процесс, потому что, ну, школа – это все-таки школа, да, там весело и развлечение, но важен процесс обучения. Чему будут обучать? Как будет строиться вот именно некий образовательный процесс? Да, сам процесс занятий строится следующим образом. У нас все-таки школа – это не в самом понимании, что вот это школа, а это все-таки такой проект культурно-просветительский. И у нас занятия разделены на, как получается, на несколько частей в одном занятии. Что вначале я даю лекцию и концерт про какой-нибудь музыкальный инструмент. Например, у нас вначале будет цикл про струнные инструменты. Например, вот сегодня мы будем говорить про гусли, например. На следующем, знаете, про балалайку. Я буду ее показывать, играть на ней. А потом у нас какая-нибудь идет уже обучающая часть игры на гуслях и потом практическая часть игры на гуслях. У нас получается, что в каждом занятии обязательно это мы будем играть на гуслях. Ну вот на ваш взгляд, заинтересует ли это сейчас современных подростков? Или это все-таки младшие школьники? Кто ваша аудитория? Ну, судя по тому, кто записывается, это совершенно разные люди. Это и родители, которые хотят, чтобы их дети приходили. Это родители, которые хотят приходить. Занятия бесплатные? Да, занятия бесплатные. Приходить со своими детьми. Пенсионеров много. У них возрастных ограничений нету, да? Да, просто все будут поделены по возрастным группам. А, то есть все будут свои. Ну, и в зависимости, если, ну, я буду видеть, что, например, вот какой-нибудь ребенок ходит в детскую группу, но у него есть такой прям потенциал, что он хорошо играет. Конечно, я его во взрослую переведу. А если вообще очень хорошо играет, так и в пенсионеры можно записывать сразу. А минимальный порог есть какой-то? С какого возраста можно приводить детей обучаться? Ну, в начале, да, по гранту я думал, что это будут только школьники и студенты. Но в связи с тем, что очень много родителей хотят детей своих приводить, там, в принципе, занятия могут проходить не как вот обучение игры на гуслях, они могут быть просто такие музыкальные занятия для детей с этническими инструментами, где ребенок может потрогать инструменты какие-то, на каких-то поиграть, на которые он не сломает. В принципе, это все обсуждается. Я буду это обсуждать и с родителями, и вот будем смотреть, как лучше это построить все. До программы вы нам рассказывали, что вы изготовили эти инструменты сами. Ну, я не сам их изготовил. Но мы уже видим, да, что вроде бы вот они похожи друг на друга, но при этом видим, да, здесь вот у нас ровно, здесь вот у нас уже вимка есть. Ну, гусляти делал мой друг Александр Остапенко. Я их помогал как бы разрабатывать, там, мензуру считал немного. Мензура – это что-то такое? Мензура – это расстояние от колка до струнодержателя. Это мензура. Потому что она разная бывает, как у гитары. Например, у гитары мензура – это вот, ну, у глалайки, вот, к примеру, от верхнего порожка до нижнего. Вот это вот расстояние. Это влияет на натяжение струны, на ноту. Ну, не суть, в общем. На занятиях про это все будем рассказывать. Все понятно. Это все в процессе обучения. Я к чему веду? Просто однажды я видела гусляра, у которого был инструмент, подключен какой-то проводок. Что это такое? Это усовершенствованная модель? Для чего это было сделано? А, ну, сейчас же у нас 21 век на дворе. Мы в очень громкое время живем. Раньше, вот, например, вообще на жильных струнах играли, на кишках. И там, в принципе, все звучало очень тихо и глухо, но этого хватало. А сейчас у нас время громкое, поэтому, конечно, люди стараются как-то усиливать звук музыкальных инструментов. И, скорее всего, там стоит звукосниматель, и он подключен к какую-нибудь колонку, комбик. И я нередко, ну, тоже, когда покупаю инструменты, либо заказываю где-то, тоже стараюсь, чтобы они были со звукоснимателем. Ну, к примеру, балалайки лежат, она со звукоснимателем. На двух гуслях у меня звукосниматель стоит. Это так удобнее выступать, чем с микрофона снимать звук. Часто ли вас просят выступать за гуслями? Ну, частенько, частенько бывает такое, бывает. Ну, я, конечно, больше прослыл, как такой, знаете, человек, которому можно подавать, поиграть где-то на гуслях, чем какой-то научный работник музея. Ну, вот если к этим гуслям вернуться, это все-таки реплика или какое-то современное прочтение? Или это совсем, может быть, современные гусли? Потому что я, например, видел, да, у реконструкторов, там колки, например, деревянные. Здесь почему-то металлические. Да, все так. В новгородской традиции на крыловидных гуслях обычно ставят деревянные колки. В псковской традиции металлические колки. Ну, вербеля, пианино, по сути. Но деревянные колки, я считаю, что это не очень практично для групповой игры, потому что они хуже держат строй. И это уже нам не подходит. Сложно настраивать. А форма гуслей, она, ну, скорее, сделана по мотивам этнографических гуслей. По сути, это достаточно современный музыкальный инструмент. Ну, я считаю, что он весьма не то, что современный. Он такой прям совершенно универсальный. Тут ничего не убавить, не прибавить. Вот он такой есть, такой есть. Тут все как бы понятно и просто. Важно, из какого дерева делаются гусли? Ну, я думаю, что важно, конечно. Но, как я понимаю, чаще всего из хвойных деревьев делают. И мы тоже сделали из хвойных пород деревьев, из сосны. Вот они полностью изготовлены из новгородской сосны. Очень приятно, что это наша новгородская любимая. Гусли абсолютно местные. Ну, и, наверное, сейчас самый главный вопрос, который у наших соседей возник. Каким образом можно попасть в школу гусельника Антония? Надо ли записываться, проходить какие-то кастинги? Может быть, дети и взрослые уже должны уметь играть на каком-то музыкальном инструменте? Нет, уметь ничего не надо. Кастингов тоже нет. Но надо обязательно зайти на сайт официальный. Я думаю, вы где-нибудь там напишите, может, пустите строкой. Не буду его называть. Нашей школы. Там оставить заявку. Там есть анкета. Ее надо заполнить. И я сейчас собираю вот эти данные анкетные по возрастам, по интересам, по времени, когда людям лучше ходить, чтобы составить удобный график, чтобы всем можно было ходить и всем было удобно. Количество мест ограничено? Ну, в группе будет 15 человек. 15 человек. Если людей будет больше, чем 15 в одну группу, то я просто сделаю две группы. На какой период времени рассчитан этот курс? У нас разработано сейчас 16 занятий. 16 занятий. И в конце у нас есть как бы сферозадача какой-то сделать, отчетный концерт. Но это как получится. Но, конечно, такая сферозадача есть. Какой-то диплом гусельника будет? Да, и диплом гусельника будет. Я предлагаю сейчас самое важное увидеть и услышать, чему можно будет научиться в школе гусельника Антония. Предлагаю Антону поиграть на гусель, показать, чему научатся его студенты. Какой-нибудь такой простецкий наигрыш. Вот по трофую прекрасную музыку мы подойдем к блоку рекламы. Не переключайтесь. КОНЕЦ КОНЕЦ Воскресенский бульвар 4. Телефон 502-500. Каждый день мы сталкиваемся с разными жизненными ситуациями. Иногда они касаются налоговых вопросов. Многие из них можно решить при помощи личного кабинета физического лица. Чтобы получить доступ к нему, вы можете, например, записаться на определенную дату и удобное для вас время. Это не сложно. Получили? Теперь на своем компьютере или мобильном телефоне вы можете через интернет изменить персональные данные при смене фамилии, получить налоговый вычет, запросить справки и документы, подать заявление о льготе. Решайте свои проблемы в разделе жизненной ситуации. Личный кабинет – это просто и удобно. Пользуйтесь. Поликлиника «Диамет» предлагает жителям Новгородской области по субботам 10-процентную скидку на все услуги. Звоните 62-43-09. Каким вы видите развитие школы «Гусельника Антония»? Ну, в первую очередь, я бы хотел еще закупить или изготовить музыкальных инструментов, чтобы был больший выбор, о чем играть. Ну, сейчас у нас пока вот только гусли будут. А все вот такие? Ну, все такие. Ну, будут такие, крыловидные, будут лирообразные еще гусли. Новгородские лирообразные. Ну, тоже по мотивам, не репликам. Вот. В будущем я хочу, наверное, балалайки еще. Но в любом случае, даже сейчас, если человек ко мне придет и скажет, вот я хочу, например, на гармонии научиться играть. Ну, такой, да, например? Ну, например, да. На свирели, на балалайки, на той же самой. Я, в принципе, в индивидуальном порядке готов человеку какие-то вот азы дать. Потому что я сам не профессиональный музыкант. Но как-то объяснить. Есть даже вот такие вот вещи. Да, ну, такая черкесская трещотка. Ну, я ее просто взял, она мне на столе не жила. Ну, конечно, конечно. Вот. И... Это вот? Это свирель. Свирель. Да. Тут еще надо понять, в какую сторону дуть, да? То есть, тут что-то вот... Просто в интернете. Примерно такое должно, да, происходить? Да. Вот. И, ну, съездить по области. Может быть, какая-то школа захочет на постоянной основе заниматься. А, то есть, ваш курс где-нибудь вы будете преподавать в какой-нибудь развивающей школе. В принципе, то же самое. В принципе, я бы мог это делать. Ну, в зависимости тоже от времени, сколько поступит предложений. А так, мне это, конечно, все интересно. Что будем делать с таким большим количеством гуслеров в Великом Новгороде? Ну, я считаю, что каждый новгородец должен играть на гусле. Хотя бы попробовать, да? А если без шуток, да, серьезно, зачем это людям? Вот это для чего? Да просто научиться играть на музыкальном инструменте ради собственного удовольствия. Или это некий, да, действительно, культурный аспект о том, что, да, там, каждый, например, новгородец должен знать там о своих корнях, не только что ели, да, там, его предки, но и на чем играли, какое-то приобщение, да, какое-то культурное. Образовательный проект, да, в целом развитие там личности, да, в любом случае, наверное, любому человеку полезно играть на каких-то музыкальных инструментах, в творческом плане развиваться. Вот людям это зачем? Да, ну, в принципе, Евгений, вы все так сказали, это так, все правильно. Тут в первую очередь же это не про поиграть на гусле этот проект, а про то, чтобы заинтересовать человека историей и музыкальной культурой, и не только великого Новгорода, но и России, и мира. Плюс, конечно же, это развивает и моторику пальцев, и какие-то мыслительные процессы. Ребенку полезно, например, слушать музыку, мы это все прекрасно знаем, а тем более это русский инструмент, гусли. Для туристов будет какой-нибудь мастер-класс новгородский? Да, для туристов будет, потому как, так как мы находимся в музее, то группы... Это самое то, да, место? Да, группы, которые захотят приехать в Новгород, конечно, они могут посетить мастер-класс, но это, конечно, платно уже будет. Ну и плюс будет серия платных мероприятий в рамках вот школы Гусельника Антония, тоже музейных. Например, вот поездка в Боровичи в колокольный центр, поездка в... ой, в Алдай в колокольный центр, в Боровичи, у нас там родина Балалайки. Очень интересная программа, вот ее там можно будет посмотреть. Будут интерактивные экскурсии, тоже с музыкальными инструментами связанные. И для туристов тоже специальные программы. Они будут для всего города, кто угодно может прийти, посмотреть. Ну и если про планы, да, может быть, как предложение такое, а будет же наверняка, как у любой школы, выпускной вечер, да, устроить некий такой сводный оркестр, 40 гуслеров, играют одновременно что-то. Возможно, либо же гусли — это такой индивидуальный инструмент. Ну, на каких-то вот таких гуляниях, вечерках, где все танцуют, веселятся, там сколько угодно людей может играть, сколько наберется. И, конечно же, мы стремимся к какому-то конечному отчетному концерту. Потому что все увидели, ради чего все это было. Да, ну и не только тут, я сам как человек, который, например, в группе музыкальной играю. Я, например, играл в таких группах, которые до своего выступления ни разу не дожили. Хочется показать людям. Просто и в самом процессе нет у тебя никакой мотивации, зачем я это вообще делаю. У нас, в принципе, да, у нас будет вот и культурная часть, познавательная, но все-таки человеку важно, чтобы где-то, может быть, в конце что-то показать, поиграть, для людей, для родственников. Ну, там друзей, знакомых пригласить. И мы, конечно, будем вот отчетный концерт в конце делать, веселый, с вечерками тоже, с танцами различными. Все соседи, приходите, надеюсь, все будет хорошо. Ну и в завершении не так много времени у нас остается. Давайте еще раз четко, конкретно. Где искать, каким образом записываться, какие есть ограничения, критерии? Да, значит, в первую очередь вы должны найти сайт www.shga.ru. Это школа Гусеника Антония. Там нужно заполнить анкету, если вы хотите прийти на занятия. Либо вы можете прийти в воскресенье, 13 октября, на праздник «Осень величаем птиц провожаем». Это будет в 12 часов, это детский праздник. Потом будет мастер-класс для детей. А в 13.30 будет такое оргсобрание, где вы можете прийти, задать мне любые вопросы. Вот по школе я вам на все отвечу. Возрастных ограничений у нас нет. Мы будем делить людей на группы. И вне зависимости от того, умеете вы играть, не умеете. Хотите вы раз один прийти, просто струны подергать разочек, привезти ребенка ему гусли показать. Тоже все приходить. Мы все это обговорим, потому что для меня это тоже все очень ново. Хоть я имею педагогическое образование, практики педагогической я не имею. И я надеюсь, что вместе с вами мы поставим это. Да, будем учиться вместе. Я только буду учиться преподавать, вы будете учиться играть на гуслях. И потом мы разработаем идеальную программу, идеальные методические пособия. Видеоуроки в интернет будем записывать. И все будут играть на гуслях. Новгород, родина гуслей. Ура! Очень хочется закончить нашу программу под ваши прекрасные мелодии на гуслях. От гусеника Антония. Давайте. Сыграю сейчас барыню. Евгений, подключайтесь с трещоткой. Да, да. А, с трещоткой, да? То есть надо вот что-то так. Великолепно. Вот на этом я предлагаю завершать. Это была программа «Соседи». Гусельник Антоний в нашей студии. Всего вам доброго и хороших выходных. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok